Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о игре Dualis, которую сейчас разрабатываю. Рассказать о чем эта игра будет, о ее каких-то геймплейных особенностях, о дате выхода, о текущем состоянии и о цене. Потому что я ее все разрабатываю и разрабатываю, и вроде как даже кто-то интересуется, когда эта игра будет, что там с игрой. Спасибо, кстати, вам, вы лучшие. Этим видео я хотел бы раскрыть, не знаю, небольшую завесу, что ли. Разогнать мрак неизвестности и дать людям представление, о чем будет эта игра. Давайте приступим. Dualis это стелс-экшен с элементами survival horror, и все это в изометрической перспективе. То есть, если хочется какую-то быструю параллель, то я бы, наверное, назвал Resident, или даже Evil Within. Но напрямую, конечно, их не стоит сравнивать, потому что Resident и Dualis это даже не одна лига. Но отдельные сходства имеются. Если говорить конкретнее о геймплее, в игре присутствует определенная шутерная составляющая. Если много врагов вокруг, или провалился стелс, другого выхода нет, кроме как начать просто перестрелку. Но я постарался в этой игре сделать упор именно на стелс-составляющую. Чтобы игрок проходил эту игру чуть более скрытно, нежели просто достать оружие и перестрелять всех вокруг. Хотя и такой вариант тоже есть. Другой вопрос это менеджмент инвентаря. То есть, не всегда может хватать патронов, не всегда может хватать аптечек. Здесь уже включается своеобразная составляющая survival horror. Эти все моменты нужно будет учитывать и как-то, знаете, варьировать. Пройти по стелсу, или просто выйти всех перестрелять, но хватит ли патронов с аптечками. Также у игрока будет возможность использовать способности персонажа. Концентрация. В игре его способность называется концентрация. С помощью нее при определенных условиях он сможет видеть противника, даже когда они находятся вне поля его зрения. Так вот, используя эту концентрацию, игрок сможет планировать, как ему лучше пойти. Может быть как-то тактически напасть правильно. В общем, он сможет спланировать свою атаку заранее. На данном этапе я уже могу предположить, когда игра выйдет. В моих планах, что игра будет выходить эпизодами. И первый эпизод выйдет 25 апреля этого года. То есть уже совсем скоро. Если говорить о текущем состоянии игры, то в принципе игра готова. Она переведена на английский язык. Она проходится. Она озвучена. И все с ней хорошо. Почти все. Остались определенные баги, которыми... Отловом которых я и буду заниматься до 25 числа и после. Потому что эти баги, скорее всего, еще какие-то будут находиться. Плюс вопрос оптимизации. На самых высоких настройках игра работает не самым лучшим образом. Да, если топ ПК, то 60 плюс FPS обеспечен. Но мне бы хотелось, чтобы эта игра шла на вообще любых калькуляторах. Так что вопрос оптимизации стоит как никогда остро для меня сейчас. И это одна из самых важных задач, которые я ставлю в ближайшее время. Цена за первый эпизод, то есть игра сейчас в раннем доступе. И она будет находиться в раннем доступе, пока не выйдут все эпизоды. Цена за первый эпизод, который сейчас выйдет, я планирую сделать $1.99. Продолжительность игры. Ну если прям знать решение всех загадок, знать как пройти аккуратно. Знать все паттерны поведения врага, то наверное... Ну у меня занимало ну полчаса 30 минут. Если в обычном режиме играть, то наверное прохождение эпизода займет час. И по мере выхода эпизодов цена на игру будет расти. Например, за первый эпизод это $1.99, за второй $2.99, за третий $3.99 и так далее. Но те, кто купит на самых ранних этапах, получат все последующие обновления бесплатно. Мне кажется, такая схема будет достаточно честна для покупателя. Потому что те, кто купят ранее, во-первых, они не сразу получат полную версию игры. Во-вторых, они получат ее с определенными... Ну где-то могут быть какие-то баги непонятные, косяки и так далее. То есть это моя благодарность тем, кто купит ее на ранних этапах. Поддержит ее на ранних этапах. Ну вот такое получилось видео. Надеюсь, с этим проектом стало что-то чуть более понятней. Задавайте вопросы, если какие-то есть в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Спасибо вам, если досмотрели до этого момента. Просто спасибо большое. Ну и всем спасибо. До новых встреч. До новых встреч.